Тут уже небольшая агрессия от Мира в медле, он пытается поймать своего оппонента на респауне. Но пока мы видим, что Маус уже открывает, это было на точке B, у нас Аксель погибает вдали. Прошу прощения и Дыха, вот уже вместе со своими тиммейтами выходит на базу B, здесь могут быть проблемы у команды Гамбит. Как же там не попадали, все-таки эти пистолеты по голове пытаются пройти дальше Дыха. Он уже за Иксом находится, голова противника появляется в окне, это было последнее, что он увидел в этом раунде. Два хатшота, еще и Таза там забирает у нас Мир, Минис остается, но не до конца, тут доигрывает Мир, в итоге забирает и его. Последний Маус, 1-2 ситуация, врыв, довольно неплохой, как же так не получается Миру и Бондику сыграть вместе на размен, ситуация 1-1, и Маус тоже погибает, Маус тащит этот раунд, минус 4. Флешки есть, смог есть, молотов, нет пока у нас щипчиков интересный экшен, тут Мир поджимает нижнюю Т-шку. Ну аккуратно стоит сыграть Миру, здесь убирает одного противника, в итоге Маус сыграет на размен, пока что 1-1, 20 хп остается у Поляка. В общем-то Моу появляется на центре, снайперская винтовка без армора, работает безотказно, это минус Минис и пока что преимущество по живой силе у команды Гамбит и Спорт. Вероломно просто ворвался в нижнюю Т-шку и тут было, ну в принципе тяжело играть, с другой стороны второй минус мог бы выйти. И тут на зиге выход под флешку, в итоге никто не слепой Бондик забирает Таза, через смог дальше не пошел Раллен. Интересный момент, 2 в 4, в итоге еще летит у нас Молотов под ступеньки, минус смог Доси. Увидит ли соперника в радаре, да, замечает, в итоге закрывает он красного Мауза, последний остается боец команды Кингвин. Ну в такой ситуации слишком сложно будет разрулить, хотя одного убирает, но Бондик уже не отпускает, на размене играет. И 4 Ак-47 у Кингвинов, очень ранняя агрессия ура от Раллена в мидле. Ну кстати, под прицелом снайперской винтовки он своего тиммейта прошел, в итоге врывается Бондик не самым лучшим образом, только сейчас залетает флешка, в итоге Таз успел его забрать. Дося, размен через мог еще не пропускает, он минус, ответил, а забирает или нет? Нет, не получается Дыха, в итоге играет на размене. Это 3 в 3, но при этом есть красный игрок у поляков. Кингвин выхода от Раллена на зиг, там кстати против него уже готов выступать мир, Моуз все-таки забирает Дыху, красного тут кстати вот это все время и сидел в яме. Раллен, выход, все-таки хэдшот от Мира, Моуз только сейчас включается, но остается 1 на 2 ситуация. Поставить пакет, 20 секунд до конца раунда, Мир понимает, что сейчас он может выйти второй волной, когда услышал своего оппонента, который прошел на аплэн. И Мир сейчас просто ловит хороший тайминг для того, чтобы просто забрать этот раунд, у меня там еще и Моуз делает фраг по Акселю. Мы видим 4 человека там, и бомба там же, один люркер есть под Б, под Б у польского коллектива. Ну и что, раскидка, еще один смок, вот он выход. Да, через смок Моуз щелкает в итоге минис, а Мир помогает, выход падает. Ну и Таск, какие два минуса, Моу Бонтик падает, просто пока что нет дальнейшего размена, да и нет вообще игроков дальше у нас. У команды Гамбиты спорс на этой точке, так что бомба устанавливается, но при этом она устанавливается на зиг. То есть было бы неплохо игрокам атаки отойти именно в эту позицию, но также чекают они низ. Выходы через Контровский респаун, там уже два бойца команды Гамбит показываются. И Таск, третьего забирает, Аксель падает, в итоге Мир пытается выйти на размин. Таск готов выйти на квадрокилл, ну или просто пожить. Мир в итоге смог выйти, но Ралин тут же убивает Досю, в итоге это 1 на 2 ситуация для игрока команды Гамбит. Просто сделал два важнейших минуса, получили Кингвин ситуацию 3 в 3 и разыграли удачный постплан ситуацию. Вообще такое ощущение, что они хотят выйти на Б. Возможно даже будет сплит, выход. Ой-ой-ой, здесь доигрался Мир, в итоге слишком открытый, агрессивно он действовал. У них есть только одна флешка на двоих. Это тоже очень хорошее решение, интересное от Гамбит, без информации они решили укрепить лонг. Ой, вот он выход, как же здесь нельзя было погибать Бондику, в итоге Моу играет и Хлп делает 1 минус, было бы неплохо еще одного забрать, но нет. Тут же размен от Кингвин, 4 в 2 ситуация, очень тяжело будет здесь Гамбит, можно уходить на сейф. И погибает Дося в шарте, Ралин, а Аксель неплохо здесь отстреливает, он понимает, что нужно уходить на сейф. 1 в 3 очень тяжело будет взять такое. Ну тут Ралин еще будет закрывать его на этом центре, да, получается поставить свой хэдшот и команда Кингвин выходит вперед. И вот сейчас, по-моему, будет попытка выйти на лонг. Вот такая вторая активность команды Кингвин и заканчивается тем, что Дося принимает Мауза, хотя тот выходил под флешки, сам поймал. А тоже одну в лицо от своих соперников Ралин, какой быстрый выход, Моу к этому готовили, нет, да, забирает одного, в итоге Аук работает у нас на рампе. Нет размена от команды Кингвин пока что, 3-5 ситуации, Моу, какие хэдшоты без шансов пока что для поляков, Тазменис. 2 на 5 ситуация, при этом масса флешек сейчас может полететь им в лицо. Хотя, с другой стороны, флешка там уже потрачена, была Моу, это под Миниса вынуждает выйти. Нет, это был все-таки Тазм, забирает он Моу, но Дося уже не отпускает противника. Аксель все это время пушил верхнюю тэшку по инфе. И здесь уже нельзя ошибаться, с другой стороны, у тебя поддержка от Моу, который со снайперской винтовкой. Будет смотреть эту точку, выход в итоге минус Тазм, 5 на 4, нет включения дальнейшего. И, кстати, было бы неплохо раскидать. Дальше флешка, еще одна полетела, но Минис слепой убивает Моу, выходящего под флешку от Бондика. В итоге еще и по Досе там залетает неплохо Бондик на гусе, нужно спасать свою команду. Нет, не получается, Моу считает его, какой хэдшот. 24, Мир и Аксель. Ребята обсудили, что ты накидываешь флешку, я выхожу, принимаю коробку, но как раз таки Минис здесь был на высоте. Действительно слеп, выдержал паузу буквально секунду, сделал выстрел и это дало результат. Ну, ты знаешь, такая позиция, она требует от тебя суперстрельбы. То есть, если ты стоишь на гусе, например, так вот открывается испанский ящик для тебя, и ты, в общем-то, должен просто там без шансов ставить свои хэдшоты. Здесь, видимо, он ожидал какую-то агрессию, хотя если бы ожидал агрессию, можно было и Молотов кинуть, дыхал, уже проходит, откуда это было. Проспали выход с центра, Алексей. А, это через центр. Так это вообще так может происходить. В итоге Мир забирает одного второго, в итоге еще и бомба падает, посмотри. Подключается Моу, забирает Раллина. 2 на 3 ситуации, при этом можно забирать калаш Миру. Да, тут еще можно перебросить тиммейту, который выходит с Респа. Три калаша в итоге на руках у команды Гамбит, такое нужно выигрывать. А зачем сейчас агриться в мидле, это очень опасно, это может стоить многого для команды Гамбит, но Мир перестрелял. Если ты Мир, то у тебя просто два тиммейта, которые без армора, но с другой стороны есть размен. Да, это самое главное, минис в клатч ситуации, пытается играть дальше, взрывает Мира, который вообще не смотрел на эту позицию. Здесь, ты знаешь, несмотря на все, весь позитив, играют по одному Гамбит. Как же сложно, в итоге Моу пытается выйти на размен. И ослеп, и могли его убить, там, короче, все могло произойти. Ну да, тут уже вопрос к стрельбе выходящего игрока команды Кингвин, но нет, врывается Минис, все-таки ликвидирует противника визави ПАЛ. Есть уже один поляк в яме, и при этом можно оставаться Минису, а остальные перетягиваются по центру, и это может получиться неплохой сплит на точку А. Флешки полетели, не спешат у нас Кингвин, и только сейчас будут выходы через испанский ящик. Еще одна флешка ДОСЯ, нужно хоть кого-то забирать, топит, но не попадает по ралли, но тут 15 кп, в итоге у него остается Минис. Снайперская винтовка должна пройти через просвет, там все смога, господи, подсадка Мир работает против Мауса, Туша, размен от ДОСЯ и ДОСЯ. Да, на плейнде он король, дыха падает, бомба уже не на руках, 7 секунд до конца этого раунда, Минис забирает в итоге прострелом ДОСЯ. 2 на 2 ситуация, горит Минис, и ТАСС после врыва от Акселя погибает. Нет гранат совершенно у команды Кингвин, Мир ждет флешку, я так понимаю, да, он под нее врывается, в итоге никто не ослеп, однако это не помешало Миру сделать фраг по дыхе, и Кингвин захлебнулись, они не выходят. Да, там очень сложно вот как-то пройти, в итоге возможно еще и Минис будет спасать, он пытается вычислить кого-то, но Моу все это дело читает, минус снайпер команды Кингвин, 3 в 5. В итоге ситуация Аксель принимает Мауса, который тоже в одиночку дальше действует. Выход на точку Б, так, подожди, 2 в 4 ситуация, и все еще реально для Кингвин, да. Интересная позиция, учитывая то, что они могут играть очень быстро на размен, закрывается Тэшка, отличная работа от Мира, на самом деле нужно выйти, да, хатшот от Раллина, 2 на 3 ситуации, в итоге закрывает еще окно, Моу падает, Тосе на размене, и ТАСС, 1 на 1 ситуация, Бондику нужно вытаскивать огонь, но нет, не получается, ТАСС в итоге оформляет трипл килл в этом раунде. Мы стоим, принимаем одну точку, если у нас опорники справляются, идет прием оппонентов, не надо стягиваться, не отпускайте другую точку, быстрый выход на базу, а, вернее, на лонг, кончится, делает фрак, тут же подключается Моу, делает еще один минус, Дыха отвечает, но Моу, как же хорош с АВП, делает уже два минуса, 3 в 2 ситуация, Раллин отвечает по Миру, в итоге 3 в 1, и команда гамбит, и спорт имеет все шансы на то, чтобы забрать восьмой раунд, и в итоге она это делает. Ты знаешь, такие вот моменты были интересные, такое ощущение, то, что Минису там холостые патроны зарядили в этом, Мп5, и будет принимать, тут Раллин на себя будет байтить, и, возможно, как раз-таки будут выходить на него гамбит, но нет, Аксель выходит вообще, вроде в Минису, а это один на один стычка была, и в итоге выигрывает ее 16-летний боец команда гамбит, отличная работа, 5 на 4 в начале раунда, потому что 4 в 5, и, возможно, Кинген будут рисковать. Активность на центре, флэш и Чкань, проверили, все-таки Таза, он падает, также Моу, вернее, Мир забирает Раллина, Б-плэнд открыт, здесь есть пока только Моус, и Моу буквально втыкает в упоре своего оппонента Глок, и это 5-0, и выигранная пистолетка для гамбит. Выход на точку А, возможно, у нас будет, там сприт готовится от команды гамбит и спортс, нет, не получается пока что ворваться миру, Таз вместе с тиммейтом забирает его, флэшка еще одна полетела, размен будет или нет, да! Моу! Аксель просто в линию двоих сбрывает, еще третий хендшот! Как же хорош здесь игрок команды гамбит, просто можно дальше тушить лонг и заходить на базу А, 2 в 4 ситуация, огромное преимущество у гамбит, главное его не разбазарить, сейчас реализовать свое численное преимущество, поставить бомбу и разыграть постплэн ситуацию. Да, эта пацанка неплохая, забирает в итоге Моу, но там может быть размен, и выход от бондика в спину, но какой тут свитч, опять же-таки должен был забирать уже противника, но закрытый, тут мышеловка для Акингвин. И да, бондика 1, 2. Сдали напряжение под Аплентом, регулярно ходили через Зик и Лонг, гамбита, вот теперь шли идти на Б, мажет, здесь очень важно было Маузу сделать минус, но он его не сделал, в итоге Аксель, отличным хендшотом, хендшотом забирает своего оппонента, тут же ловит Доси, перетяжку через Зик, там есть еще один оппонент, это минис, и он тоже погибает от Столярова, отличная работа, отличная стрельба от Гамбит, хотя сам по себе раунд был максимально простым, несложным, заняли и Лонг, показали свое присутствие, заставили команду Кингин закрыться внутри плента, и перетяжка на Б, без гранат, без ничего, абсолютно, просто рассчитывали на размен, но Мауз даже не сделал фраг, никакого размена, просто энтри, просто чистейший выход на базу Б. Пока ни одного раунда в защите от Кингин. Тасс будет воевать до последнего, понятно, что нужно по максимуму там убивать противника, и попытаться сохранить свою М4А4, но Бондик не дает это сделать, а Кингин будет очень тяжело спорить, так, у нас был неплохой респан для Моу, уже совершают они выход на длину, минус Райлен, который тоже решил чекнуть эту позицию, там остался минис со скаутом, попадает по Моу, Маус неплохо работает против Госси, есть разбил, еще и ХАЕ под Моу все-таки взлетает от миниса, агрессия на центре Диха, закрывает Мира, 2 на 4 ситуация, вот так вот команда Кингин отвечает на первые фраги, вот гомбеет, и Аксель все же отпускает противника, Минис не совладал с оппонентом, но опять же таки он со скаутом должен был попадать, но тут такая ситуация была, что Аксель его сразу не ожидал. Тасс уже прожимает Б точку, он сейчас находится в верхней тэшке, соответственно, это информация для того, чтобы принимать А плент, и здесь не справляется Диха, Мауз играет внутри плента, Бондик его перестреливает, есть информация Почелу, который играет внутри, как раз-таки от точки, Бондик перестреливает Мауза, Тасс открывается на своего оппонента, погибает Владислав, в итоге Виктор против Акселя. Если бы было неплохо пойти на Зиг, с другой стороны Бомбу он не самым лучшим образом на себя поставил, если пойдет на ступеньки Тасс, все еще на РСП ожидает выхода через просвет, но его не будет 100%. Я напоминаю, что у Виктора нет диффузов, только одна флешка, и в принципе позиция неплохая на хэтшот от Акселя. Ну а Тасс тоже может залетать, все же это Акас 47 на руках, и должен прочекать он именно это расположение, только Бомит Тасс замечает Акселя, здесь нельзя было так долго сидеть, и возможно по таймингу Аксель ожидал как раз-таки выхода на длину. Говорить и обсуждать, да, вот собственно мы это и делаем, обсуждаем и говорим. Так, мир уже на респауне! Ой-ой-ой, как пропускает в итоге, это был десант через флешки и смок, не готов Райлин к этой встрече, в итоге Моуза закрывает еще и Мауза, 3-5 ситуация, но и Минису как-то нужно выживать, Тасс вообще на длине оказывается. Тут уже было понятно, что Кол вбили Миш Плентов только что гамбит своим соперникам, ребята, включайтесь, потому что так можно без шансов, уже дальше на девятый раунд проиграть для себя карту ДАС-2. Моуз закрывает Миниса, Райлин тут как тут. Размен у нас в начале раунда. Довольно открытая позиция может быть для снайпера, с другой стороны к этому могут быть не готовые игроки и атаки, полетели флешки неплохие. На Гуся дальше Райлина могут отогнать, и это выход, и все же минус Дося. Есть преимущество по живой силе у команды Кинген, еще одна флешка, но на размен никто не идет. Это тоже интересно, все трое. Игроки команды Гамбит пытаются все же дальше действовать на дело, потому что слишком все просто оказывается. Аксель в итоге по ноге получает 35 кп, остается минус Аксель. Райлин просто в соло закрывает точку. Очень странно это выглядит, буквально как тир для Райлина, который бегает просто на гусе и отстреливает своих оппонентов. В итоге мы имеем ситуацию 4 в 2, Бондик откидывает Молотов на плент. Ты посмотри, как он репикает. То есть у него настолько много шансов было на эти выстрелы. Да. И не наказывает Гамбит, вот в чем вопрос. Бондик все же пытается пройти, считает оппоненту, но тут же размена таза через смок на машину. Остается только один мир против Мауза Дэхи и Даза, который понятно, что ожидает выхода на длину. Но тут уже 8 секунд до конца раунда, 9-14. Тут очень много Дэхи будет зависеть, потому что именно он в зиге должен убивать Акселя. С другой стороны, эта ситуация будет 1 на 1. И при этом, да, тут Аксель выходит, забирает одного. И не пытается выйти на размены на пробок. И да, получается убить его. В итоге 3 в 5, и нужно идти на сейф. Вся борьба у нас была пока только в первой половине. Ну, смотрим дальше. Бондик выходит через коробку, ловит своего оппонента. Не слишком, слишком было очевидно это для Владислава. И вот они, флешки полетели. Дэхи отворачивается, выход на ступеньки. Бондик, вот он хэдшот. Уже ситуация 3 в 5, бомбу забирает Владислав Нечипарчук. Перетяжка от команды Кинг тоже. Здесь должна быть Мауз. Как же неплохо играл против одного, но второго не перестелили. Это был Моу. Все же есть преимущество Гамбитов. При этом Красный Эмир вместе с Бондиком. Да и Моу тоже битый. А Кно выходит соло даже без раскидки. Но, видимо, ожидал, что ТАС удивит своих оппонентов в этой ситуации. Но нет, были готовы к этому игроки. А так и в итоге там неплохо хэ. Еще подлетает под Раллина. Это 10 хп. И он не вышел в этот смог, но это уже 16-9. Да, друзья, это ГГ. Не верим мы здесь, конечно, с Сашей в ралли. Нам слишком тяжело взять такой раунд. Практически невозможно. И со счетом 16-9 команда Гамбит выигрывает свой пик.